Я сегодня просто вся обчихалась, опять у меня аллергия, вот что окно открыто, боже мой. Ладно, что я к вам пришла, собственно говоря, я тут связала образец, я встречаюсь с подружкой, ко мне подружка моя приезжает, и я хочу что-то себе связать такое нарядное, симпатичное. И у меня вообще была изначальная идея, я увидела туториал у кого-то, у кого-то я увидела, в общем, туториал. Изначально у меня был туториал, тьфу, чёрт, ах, господи, голова вообще не соображает, по-моему, я вычихала все свои последние мозги. Изначально у меня была какая-то задумка, я нашла туториал, очень классный, я не помню от кого, не буду пытаться вспоминать имя, ошибаться, лучше так скажу. Там очень классная такая тоже накидушка из сеточки, из пряжи с пайетками, но мои финансы поют за рамонцы, и мне сейчас вообще совсем не по карману такая пряжа, потому что дороговато она уж слишком, и у меня валялся вот такой моток, я из него хотела связать такую болерожку, которую вот показывала в предыдущем, в одном из предыдущих видео. Но я с той болерожкой с первой намучилась и решила отложить это действо. Я напишу все ссылки, все пути, вводы, выходы, входы, всё оставлю в описании под видео, что это за пряжа. Это арахно-жасмин, эко-котум. Мне показалось прикольно сделать вот такой, потому что по тому туториалу с пайетками там прям сильная такая сетка, на русалочку похожа, она прям очень широкая, крупная. Я вязала не через обе полупетли, а в маленькую петельку, которая находится под двумя полупетлями, и получилось вот, что каждый столбик друг над дружкой стоит, видите. Но единственное, пряжа очень плотная, может быть из-за того, что это переработанный хлопок, хотя я вяжу вообще пятым крючком. Бразец вроде неплохой, только сыпся и глухой. Субтитры сделал DimaTorzok Мне не нравится, что получается какая-то хреновина запеределывать. Дима Торзок 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 У меня мозг, видимо, так не работает технически, я не могу себе в голове представить чертеж, схему, мне вообще это очень сложно проектировать, но тут, в принципе, по образу и подобию моих прошлых сеточек, кстати, можете посмотреть видео вот здесь, вот, по подсказочке, в правом верхнем углу. Я сделала эту, только просто узор другой, сеточка, вот, рукава я сделала, ну, чуть подлиннее, вырез здесь пошире получился, и она сама по себе просто подлиннее, ну, и мне кажется, еще и пошире получилась. Ей довольна, цвет потрясающий пряжа, мне очень понравилось, очень классная пряжа в использовании и в вязании, супер, значит, такая фактурная, текстурная, балдеж, в общем, и целый, мне очень довольна. Ну, и вот, буквально за пару дней у меня был перерыв, целый месяц я забил на эту кофту, потому что я хотела связать к приезду к подружке, и думала, я ее выголю как раз, к своей юбке я ее вязала, но, увы, ах, у меня не успела, и вот спустя месяц я к ней, представляете, ровно, спустя месяц я к ней вернулась, доделала, и очень сильно довольна. Ну, правда, уже конец августа, на минуточку, и особо ее, наверное, не поносишь, хотя сейчас у нас потепление сильно идет, пришлось докупить моток, но это, в принципе, логично, потому что тут достаточно широкие рукава, много на них ушло. Вот, у меня осталось, получается, еще чуть меньше половины мотка, мне кажется, то есть она по весу получилась где-то грамм сто семьдесят, ну, то есть вообще супер, мне кажется. Хорошо, получилось. Спасибо большое за просмотр, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, вот здесь вот будет название, ссылочка в описании, также, пожалуйста, пишите, мне будет очень интересно узнать, вязали ли вы какие-нибудь сеточки, может быть, это были маечки, может быть, это были какие-то длинные удлиненные кофты, может быть, это были какие-то другие аксессуары, в сеточку юбки, неважно, вот, может быть, авоськи вы вязали, я тоже, кстати, вязала авоськи много лет назад, вот. Еще раз спасибо большое за просмотр и обязательно себя берегите, потому что это очень-очень сильно важно.